Строительство шлакоблочных домов на улице Соколовской началось еще в 55-м году. Через три года они уже были сданы, и в них начали селиться первые жильцы. И хоть дома из шлакоблоков строились как временные, они существуют уже почти 60 лет. Сейчас жильцы насчитывают минимум 30 больших трещин. Некоторые из них и вовсе сквозные. Через них свистит ветер, а в дожди внутрь заливается вода. Маленьких же трещин не счесть. Они раскиданы паутиной под каждым окном. У нас идут трещины по всему дому, которые ЖКО Соколовка говорит не в состоянии своими силами заделать. Но мы не знаем, правы они или нет. С фасада дома отводился большой кусок штукатурки, и большая часть его упала в огород. К счастью, никто не пострадал. Отсутствующая часть фасада была заштукатурена, и больше к ней не притрагивались. 58-й год, год постройки. И я за то время, что здесь живу, не помню, чтобы делался здесь какой-нибудь хотя бы текущий ремонт. Только сами жители как-то поддерживают свой дом, более-менее. Чердак постоянно заливает. Из-за этого началось загнивание балок. Это привело к тому, что в 2014 году продавило потолок, и появилась большая дырка. После этого по квартирам стали летать птицы. В том же году дыру в потолке починили, но остальную часть даже не тронули. Хотя управляющая компания обещала все исправить. Трещины и провалы в потолке продолжают появляться и по сей день. В начале этого года жильцы снова обратились в инспекцию. И вот 18 апреля комиссия нашего ЖКО «Соколовка» с плотниками вошли на чердак, чтобы осмотреть балку. И рухнул плотник вместе с балкой, досками, вместе с засыпкой. Утеплитель, там, наверное, шлаг был. В общем, 8 квадратных метров из 16-ти рухнуло в мою комнату. В шлакоблоке – морально устаревший материал. Его невозможно отнести к экологически чистому. Даже наоборот. Весьма велика вероятность, что шлакоблочные стены будут выделять вредные вещества, которые влияют на дыхательную систему и увеличивают вероятность появления аллергических заболеваний. Жильцы уже не раз писали письма во все инстанции. Мы просим вот помощи. Пишем письма во все инстанции. И коллективные письма, и индивидуальные. Вот просим помочь нашему дому. И куда только не писала. Я вот лично сама писала и данные телефона оставляла. И на мэрию выходила. Вот осталось только к любимому еще записаться на прием. Обязательно попишусь и пойду туда. С бумагой. Капитальный ремонт в доме запланирован на 2018 год. Правда, коснется он только крыши. И жильцам обещали подключить холодную воду, которую каждый уже провел себе сам. О переселении тоже речи как-то не ведется, да и не надеемся. Поэтому хотим, чтобы был наш дом, чтобы мы могли там жить. То есть пока, например, я не могу в своей квартире жить. Там негде. Запланированный недолговечным, дом уже стоит больше полувека. И неизвестно, как долго еще ему стоять.